20 лет назад был у меня такой случай сижу с ребенком смотрю футбол играл челси как сейчас помню и как раз ребенку рассказываю про теорию 7 рукопожатий ну сейчас все уже знают ее тогда это было в новинку что через 7 рукопожатий каждый в мире знаком с каждым ну а мы смотрим футбол челси играет меня ребенок спрашивает слушают капитан челси джон терри ты с ним знаком через 7 рукопожатий игр это гораздо короче будет как я буду смотри я знаком с березовским березовский с абрамовичем абрамович хозяин челси естественно знаком с капитаном челси джоном терри три рукопожатий мы до джона терри уже дошли но окей это слушай с английской королевой с английской королевой все гораздо проще да что как я с березовским березовский с абрамовичем абрамович джоном терри а джон терри Капитан Челси, а Челси выиграла Кубок Англии А Кубок Англии вручала английская королева Поэтому Джон Терри с английской королевой Ну хорошо, ребенок говорит, а с папой римским? Я говорю, да не вопрос Я знаком с Березовским, Березовский с Абрамовичем Абрамович с Джоном Терри Джон Терри с Андреем Шевченко, который играет в Милане Андрей Шевченко с Берлускони, который хозяин Милана Берлускони с папой римским И тут мне ребенок сказал сакральную фразу Слушай, папа, тебе не кажется, что как-то весь мир Крутится вокруг Джона Терри? Что все как-то со всеми знакомы исключительно через Джона Терри? Я призадумался над этим философским вопросом А сегодня почему я это вспомнил? Сегодня роль Джона Терри исполняет Майкл Джонсон Спикер Нижней Палаты Американского парламента То есть Палаты Представителей Конгресса США Весь мир крутится вокруг одного человека Майкла, сука, Джонсон Я хотел написать сегодня, придумал идеальное название Сегодняшнему стриму и не стал его ставить Какое? Оно просто было на чисто украинском языке Украинцы поймут Я написал Майкл Джонсон, педрахуй Любой украинец знает, что это означает Всего лишь Майкл Джонсон, посчитай Подсчитай Подсчитай, то есть подсчитай голоса Членов Конгресса Которые сегодня готовы проголосовать За оказание военной помощи Украине Майкл Джонсон, педрахуй Этот слоган был взят, в общем-то, мной украден С Майдана 2004 года, когда требовали пересчитать Голоса Янукович, Ющенко И там была фамилия главы Центральной избирательной комиссии Я, честно, фамилию-то уже не помню Но слово педрахуй я выучил тогда Но то, что позволено на Майдане Не позволено, скорее всего, в Ютьюбе Я подумал, точно забанят Напишу я на чисто украинском языке слово Посчитай А Ютьюб за такое забанить может Ну его нафиг, я подумал, связываться с Ютьюбом Вот так сегодня многие думают Ну его нафиг связываться с этим Майклом Джонсоном Вообще непонятно, какой это чел, да? То есть сидит и в одно лицо решает Соответственно, останавливают ли русские войска Или дать им наступать на Европу Это от Майкла Джонсона Сегодня зависит, что? Ну судьба Украины Да, как сказал Зеленский в интервью СНН Если не будет американской помощи Могут погибнуть миллионы украинцев И это зависит от Майкла Джонсона Потому что, судя по всем, всем, всем высказываниям Большинство членов Конгресса за этот закон За то, что выделит нам вооружение Но Майкл Джонсон не готов ставить пока на голосование Дальше Вот сегодня премьер-министр Венгрии Орбан 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 Сказал Что, говорит, я, например, лично Совершенно не хочу Чтобы у Венгрии с Россией была общая граница У меня, говорит, к этому нет никакого интереса Потому что мы, говорит, прекрасно помним Что это вообще такое Иметь общую границу С этой самой, как ее Ну с Российской Федерацией То есть даже Орбан не хочет иметь общую границу с Россией Но будет ли у него общая граница с Россией Зависит от Майкла Джонсона Проголосует Конгресс или не проголосует Премьер-министр Польши Дональд Туск Нет никаких причин, почему такие богатые страны, как Запад Как страны-члены НАТО Вместе не должны быть в состоянии создать оборонительный потенциал Который превосходит возможности России Но, уважаемый Дональд Туск Все в руках одного человека Майкла Джонсона Решит Майкл Джонсон Будет у НАТО оборонительный потенциал Решит Майкл Джонсон, что нет, не надо Не будет у НАТО оборонительного потенциала Форбс Издание Форбс пишет большую статью Про то, как мы, собственно, сбиваем авиацию Ну тут мы переходим постепенно к новостям с фронта Но никуда мы не денемся от Майкла Джонсона Значит, Форбс рассказывает о том, что за 10 дней Украина сбила 10 самолетов Я думаю, здесь отвечает на вопрос 10 или 11 Помните, я вчера говорил, что спорно 10 самолетов за 10 дней Сбила Украина при помощи систем Патриот и НосАМС Ну, скорее всего, А-50 мы сбили С-200 Форбс это признает Мы сейчас имеем в виду, естественно, мировой, прямо мировой Форбс Значит, что они говорят Что мы сбили за 10 дней 10 самых передовых российских самолетов Су-24, Су-34, Су-35 и А-50 Самолет-радиолокатор А-50 Значит, как по подсчетам журнала Форбс Россия теряет самолеты в 20 раз быстрее Чем способна их производить В 20 раз Из чего я могу заключить Что, чтобы произвести 10 самолетов Им нужно 200 дней Значит, за год они производят 16-17 самолетов 17 за год, потеряли 10 за 10 дней Форбс считает Непонятно, говорит, как украинцам удается сбивать столько самолетов Но автор Дэвид Экс Экс Экс, не в смысле бывший, а экс как топор Дэвид Экс Предполагает, что украинские военно-воздушные силы Выделили часть установок Патриот Мобильным группам ПВО И вместе с НосАМСами Подкатили их, так сказать, поближе к линии фронта И теперь сбиваем Но в таком случае Наши военно-воздушные силы Тратят Те самые редкие ракеты Патриот Которые вообще нам дала США Последний раз аж в декабре Новых нам не дают Нету Не выделил нам Майкл Джонсон И поэтому, говорит, сейчас происходит Такое некое социалистическое соревнование Впрочем, Форбс не знает слово социалистическое Но оно от этого не меньше происходит То ли мы раньше собьем все российские самолеты То ли у нас ракеты закончатся Вот то, что происходит сегодня Кстати, вчера, на секунду позволю себе отвлечься от Джонсона Наш спикер военно-воздушных сил Игнат Сообщил, вчера мы сбили два Кстати, чтобы вы знали Вчера мы сбили два Сразу российских самолетов Это уже официально фигурирует во вчерашней сводке И Игнат сказал Слушайте, вот раньше были мясные штурмы А теперь самолетные мясные штурмы Я позволю себя даже переформулировать В первые дни войны, в феврале 1922 года Россияне попытались закидать нас шапками Помните, мы вас шапками закидаем Есть такая старинная украинская поговорка Мы вас шапками закидаем Пытались закидать шапками, не получилось Тогда они наняли Пригожную, чтобы закидать нас мясом Стали закидывать мясом Мясом зэков Зэков мы всех поубивали в Бахмуте 50-70 тысяч Теперь они решили закидать нас самолетами Бросаются в нас самолетами Летчики гибнут, им пофигу Они будут бросаться самолетами, пока у них не кончатся самолеты Что у них там еще в запасе? Я даже не знаю Космонавтами потом забрасывать будут Но это уж как есть Забрасывают нас самолетами Вернемся, кстати, из Форбса Итак, Форбс говорит, что идет соревнование Вот такого рода Что россияне пытаются Найдя вот эту слабину Что можно бомбами, значит, закидывать наши позиции Пытаются как можно быстрее Как можно больше Используя вот эти самые самолеты Значит, как можно больше урод нам нанести Как можно дальше продвинуться Ну а мы сбиваем, сбиваем и сбиваем их самолет Поскольку обе стороны Пишет Форбс дальше Тратят ресурсы Которые они не могут восстановить Украинцы Свои ракеты американского производства Россияне Свои Су-34-35А-50 Обе стороны В российско-украинской войне Проводят краткосрочные кампании Которые, как они надеются Обеспечат им долгосрочное преимущество Украинские вооруженные силы Пишет Форбс Очевидно стремятся использовать последние ракеты Патриот и Носамс Чтобы истощить российские ВВС И предотвратить Будущие всплески бомбардировок Ну а российские ВВС имеют цель Разбомбить больше Украинских гарнизонов И помочь российским сухопутным войскам Закрепиться, прежде чем Эскадрильи Су Истощаться из-за недостатка самолетов И экипажей И дальше Автор пишет главный свой вывод Ради чего Форбс пишет эту статью Выходом из надвигающего тупика Была бы помощь США Которую должны одобрить в Палате представителей Конгресса США Сенат уже одобрил выделение 60 миллиардов долларов Новой помощи Украине То есть вся эта статья Со всем этим военно-воздушным анализом Для американского читателя Обращена снова одному человеку Майклу, сука, Джонсон Снова Майкл Джонсон Снова все сводится к нему Вообще все, что происходит у нас на фронте Сводится к нему Вот сейчас наши войска Кстати, ну вчера что Из таких знаковых событий 110-ю бригаду легендарную Авдеевскую Вывели на ротацию Впервые за два года войны Но это хорошо, что люди все-таки смогут отдохнуть Наконец-то Вот, это одна история Вторая то, что я уже говорил Мы сбили два самолета Хорошо, приятственно Еще то, что наше военное командование Пояснило Что вот новая линия, которая за Авдеевкой На запад от Авдеевки Это некие выбранные естественные рубежи Там каскад водохранилищ И наши рассчитывают Что именно этот каскад водохранилищ Сможет остановить Российское наступление В очередной раз больше тысячи Убитыми и ранеными потеряла Россия 14 танков 18 БМП 20 артиллерийских систем Ну и у россиян есть успехи Не только прям буквально фронтовые сумщины Но опять они обстреляли Двоих мирных жителей убили Восемь ранили Это то, что у нас на фронте Снова все это происходит на фронте Все это происходит на фронте Потому что Кузнеца не было гвоздя Потому что у Майкла Джонсона не было яиц Все шучу Потому что у Майкла Джонсона Не было желания Поставить вопрос О выделении нам военной помощи На голосование Страшная история Страшная история Мне кажется Что от одного человека Зависит целая большая Огромная страна Ну и вся планета заодно Целая большая страна США Зависит от того Что решит Не президент страны У них кстати Президент не может Такие решения принимать Как мы знаем Президент не может Выделить или не выделить 60 миллиардов А Майкл Джонсон Вдруг может Я не буду сейчас Здесь выговаривать Майкла Джонсона За нас проголосовать Знаете почему? Ну потому что Он нас не будет смотреть Майкл Джонсон Нас смотреть не будет Но Вижу что-то неладно В мире Хорошо бы заняться им Сказал бы В этой ситуации Как мне кажется Александр Галич Сегодня ночью Джо Байден Решил использовать Свою серебряную пулю И вызвал Майкла Джонсона К себе В кабинет Время сказать Что за такие дела Как не выставление На голосование Помощи Украине Парт-билет на стол Джонсон сказать не может Байден Джонсон Не может сказать Потому что Байден Из демократической партии А Джонсон Из республиканской Поэтому Парт-билет на стол Не получится Вызвал Добрямс-одобрямс-одобрямс-одобрямс-одобрямс-одобрямс-но Майкл Джонсон Говорит Когда я пришел сегодня То имел целью Выразить Как считаю Очевидную истину Нам нужно Прежде всего Позаботиться О потребностях Америки И прежде всего О нашей открытой границе Другим приоритетом работы Нижней палаты Конгресса Республиканец назвал Продолжение Финансирования Федерального правительства Он добавил Что участники встреч Очень оптимистичны И надеются На достижение соглашения Для предотвращения Шатдауна В конце заявления Джонсон вспомнил И о рассмотрении Законопроекта О дополнительном финансировании Которое содержит Помощь для Украины Я четко Говорит Заявил президенту И остальным присутствующим Что палата представителей Активно изучает Всевозможные варианты И мы возьмемся За этот вопрос Своевременно Но опять-таки Первый приоритет Для нашей страны Граница И ее защищенность То есть Пожарные пообедали И немедленно выехали К сожалению Вот я сегодня Не могу вас порадовать Потому что Ровно дословно Эту самую риторику От этого самого Майкла Сука Джонсона Я слушал Когда он же В середине января Был на таком же Совещании С теми же Ответственными лицами С тем же Байденом Я там полночи Не спал Ждал Когда они выйдут Из Белого дома Что скажут И я Тогда послушал В оригинале Майкла Джонсона Вот он сказал До Слоун Торса Результат Не 60 А 0-0-0-0 0-0-0-0 Выделение денег 0-0-0 Голосование По внутренним оценкам США К весне Украина Столкнется с потенциально Катастрофической Нехваткой боеприпасов И средств Противовоздушной Обороны Один человек Один человек И Америка Один Что удивительно По другую Как говорится Сторону океана Есть Российская Федерация И такое ощущение Что там тоже Все как будто Зависит от одного человека Причем непонятно То ли от живого Путина То ли от мертвого Навального В чьих руках Сегодня Власть над Российской Федерацией Ну Заболтался я с вами Столько всего Сегодня уже интересного Рассказал Все подряд Много эмоций Простите Переполняют Но Чуть не забыл О себе родном позаботиться О себе не позаботишься Никто не позаботится 369 тысяч подписчиков 3-6-9 Такая символич 3-6-9 Подряд Да Все Вот 369 тысяч подписчиков А это говорит о чем Это красивая Такая круглая цифра Уникальный сегодня Шанс оказаться В 370 тысяче Но это не каждый день бывает Считается Что самые везучие люди Самые везучие Кому реально повезло Оказываются В юбилейных В юбилейных тысячах Канала Шетельман Видите 369 Сегодня Я вам точно гарантирую Будет 370 Вступайте В 370 тысячу Канала Шетельман Подписывайтесь На канал Шетельман Для этого 370 тысяча Очень престижно Очень Остальные Пожалуйста Ставьте лайки Под этим Видео Как видите Лью на Майкла Джонсона Все что могу Но Педрахуй Я не смог вылить Потому что Это меня бы забанили А написать Майкл Джонсон Посчитай Вы не догадаетесь Что это я намекаю Про Педрахуй Ну раз уж Речь пошла Про Как говорится Навального То Снова придется Мне Заменять слова Чтобы Не попасть Под санкции Со стороны Ютьюба Удивительное Даже дело Что Говоришь Про Джонсона Вынужден Выбирать Слова Даже в Украинском языке Говоришь про Навального Вынужден Выбирать слова Прочту я вам Стихотворение Которое только что Написала Группа Ногу свело Максим Покровский Написал песню Мертвый Навальный Страшнее живого Готов севого Готов севого Мертвый Навальный Страшнее живого Готов севого Будет хреново Там он поет Другое слово Другое Которое нельзя На ютюбе Он теперь всегда с тобой Он вернется снова И будет хреново Будет хреново Готов севого Готов севого Мертвый Навальный Страшнее живого Я вообще После всех этих плясок С мертвым Навальным Которые сейчас продолжаются В России Придумал для этой страны Новое название Мертвороссия Вот мне кажется Очень точно отражает Всю суть этой страны Мертвороссия Там уже многие умерли Руководят какие-то Полумертвецы Этой страной И несет она Только смерть По миру Россия несет Только смерть Это главная Скрепа России Это смерть Они этого не скрывают Как вы помните Соловьев говорил Что вы знаете Смерть сильно Как там Переоценена А жизнь Сильно переоценена Смерть Это не такой уж Плохой выбор Вообще-то Вполне себе Рабочий выбор По сравнению с жизнью Я сейчас серьезно говорю Поэтому Россия Это смерть Украина Это жизнь Россия Это смерть США колеблются Быть с жизнью Или быть со смертью Мертвороссия В Мертвороссии Такие танцы Вокруг Ужасные Страшные танцы Вокруг тела Навального Вчера я описывал вам Идеологические танцы Танцы Марии Певчиха Вокруг мертвого Навального Сегодня это к сожалению Физические Физические Вопросы 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 физических похорон Во-первых Похороны назначены Похороны Навального Назначены на 1 марта Решили Не портить бал Вспухшим ухом Ну в смысле Не портить выступление Путину Перед федеральным собранием Ну кто действительно Будет хоронить Навального В тот день Когда Путин выступает На федеральном собрании Ну что Разве можно Менять Правда Федеральное послание Или как там Ну действительно Ну что ж Ну раз Путин 29 числа занял уже То ну что Одновременно Два мероприятия Проводить Не годится Странное правдорешение Со стороны Сторонников Навального Не проводить Похороны 29 Чтобы не мешать Путину Проводить встречу С федеральным собранием Разъяснять Как дальше Россия будет Убивать людей Но тем не менее 1 марта Похороны состоят С 1 марта В пятницу В первый день весны Так начинается Весна для России Прям весна Новый рассвет Похороны Навального На ком-то маленьком кладбище Специально чекисты выбрали Чтобы поменьше людей Собралось Что-то все уже забыли Про отпевание Вот это вот как там Прощание Помните Вчера я вам говорил Что они ищут помещение Для прощания Где разместить тело Навального Чтобы выстроились очереди Мы с вами голосовали За то сколько людей придет На очередь Проститься с Навальным А вы знаете Ни черта не будет похоже Не будет никакого прощания Не будет никакого помещения Все к кому обращался Центр этот Навального Как он там Фонд борьбы с коррупцией На тему Арендовать помещение Чтобы поставить там Гроб с Навальным Чтобы люди приходили прощаться Все отказали Вообще все 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 В своем фейсбучике Марат Гельман Бывший россиянин Ныне беженец В Европе Проживающий Написал Я говорит Обзвонил всех знакомых У кого есть какая-то недвижимость Чтобы найти Кто даст помещение За деньги Они мне все сказали Это самоубийство Дать сегодня Своё помещение Марат Гельман Говорит В смысле Ну отберут у тебя помещение Максимум Максимум Говорит Нет Это самоубийство Сегодня Дать под такое помещение Вот так воюют в России Значит Путин воюет Против мёртвого Навального А вот этот Мёртвый Навальный Страшнее живого Готов севого Готов севого Эх Вы знаете Так хочется мне верить В эти слова Группы ногу свело Но я не верю Честно Я не верю Я не верю Что это так Простите меня Я не верю В то что Мёртвый Навальный Страшнее живого Мне кажется Что Наследники Дела Навального Уже в значительной степени Всё прокатали Профукали Прямо уже В гораздо меньшей степени Она относится К Юлии Навальной Она сегодня выступала Ну её можно понять Она в самом тяжёлом положении Она сегодня выступала Перед Европарламентом И сказала Что Упомянула Кстати войну Украинскую Нашу Прошлую субботу Минуло два года Как Путин начал Полномасштабную войну Против Украины Вероломную Подлую Весь мир Бросился Украине Помогать Но вот два года Прошло Много усталости Много крови Много разочарования А Путин Никуда не делся Здесь Навальная Права Права Но вот дальше По её словам Ни оружие Ни деньги Ни санкции Не работают Ой Госпожа Навальными Что значит Не работают Ни оружие Ни деньги Ни санкции Всё работает Всё работает Просто надо Больше оружия Больше денег И больше санкций Всё работает Вы о чём Что значит Не работает И вы знаете Почему Она оказывается Про это говорила Потому что Она не хочет Чтобы на россиян Распространялись Санкции Надежными союзниками в борьбе против Путина у Евросоюза являются десятки миллионов россиян, которые против Путина, против войны, против того зла, что он несет Не дипломатические ноты, а расследование запутных финансовых схем Не выражение озабоченности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги Нужно использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции Невозможно сделать Путину больно еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций Возможно, мне кажется, что Ирина Навальная в этом выступлении как раз-таки начала уже заниматься политикой, начала защищать россиян, которые страдают от санкций Ну это так, в этом тексте ровно это содержится Я более подробный пока текст не знаю, потому что в момент, когда я записываю этот ролик, это вот только что, только что она выступила Она фактически там стала защищать россиян от санкций Что не надо на простых россиян накладывать санкции, ловите Путина Надо, надо накладывать санкции на всех абсолютно россиян, конечно На все, что происходит, нет, на тех, кто выехал, не надо На все, что находится в России, все должно под санкциями быть Все может быть использовано для войны, каждый доллар, каждый рубль может быть использован для войны Конечно, нужно полностью изолировать Россию, много раз я про это говорил Вот сегодня, кстати, хорошая новость пришла, прям такая, крутая Что это, кто написал, по-моему, Ксения Собчак написала У России, они же заранее готовились к войне, они, значит, в противовес визе мастер-карту создали свои собственные кредитные карточки МИР И вот уже, значит, эти кредитные карточки МИР сегодняшнего дня запрещено использовать турецким банкам А, не турецким, сори, турецким раньше еще Казахский банк, Freedom Finance, приостановил операции с картами МИР И это в связи с тем, чтобы не попасть под вторичные санкции Потому что оператор карты МИР попал под санкции США 23 февраля В четверг ввели санкции, и вот Казахстан уже тоже вводит фактически санкции против карт МИР Потому что иначе ему, сами понимаете, даже не буду это слово произносить О которое я обычно в таких ситуациях говорю, потому что он по-казахски, по-моему, тоже так звучит Я-то по-азербайджански говорю, но группа языковая одна и та же Так что Юлия Навальная хочет, чтобы сняли санкции с народа, а ловили Путина Нет, так нельзя Только тотальные санкции на все, что связано с Российской Федерацией Есть слово Россия, санкции, все, вот так только и должно быть И вот эти ее слова, что, оказывается, не поможет оружие Как не поможет? Ничего не понимаю В смысле? То есть как оружие не поможет? Нам нужно оружие, конечно Как это не поможет? Нам поможет, и санкции поможут Ни оружие, ни деньги, ни санкции не работают Просто мало Было бы больше, не было бы никакого Путина Было бы у нас больше оружия, у нас готовность его уничтожить есть Это если только одно оружие Мы сейчас еще дойдем до президента Франции И его высказывания на эту тему Поэтому как-то, видите, наследники Навального Вчера наследники Навального Вот ведь я не хотел наезжать на Юлю Навального Все равно получилось-то так Ну потому что как на политика же наезжай, а не как на человека Как на политика можно Человек взялся быть политиком, теперь у нас политический разговор Мне так кажется А политическая она в Европарламенте защищает россиян Еще говорит, что оружие не поможет Весь мир сейчас, вон Форбс доказывает, СНН доказывает Байден доказывает, говорит Педрахой Майкл Джонсон, Юлия Навального Говорит, не, оружие не поможет в борьбе против Путина Надо, говорит, бороться как с мафией А знаете, с мафией борются оружие В них стреляют, бум-бум-бум-бум-бум Убивают мафию, бум-бум-бум Видели в Чикаго, ды-ды-ды-ды-ды Вот так убивают мафию Но так как Путин сидит в бункере Это надо не ды-ды-ды-ды-ды Бу-бу-бу-бу Вот так вот Поэтому нужно оружие Мертвый Навальный страшнее живого Готов севого, готов севого Мертвый Навальный страшнее живого Готов севого, будет хреново Он теперь всегда с тобой Он вернется снова Сомневаюсь я, сомневаюсь я В правдивости слов Песни группа много свело Не уверен я Не уверен я, что мертвый Навальный Как-то всплывет Какой-то еще вред принесет Для прощания, видите, решили что-то не проводить Только на могилу, вот, похороны И все И решили Путину не мешать Ну вообще я сегодня придумал этот термин Мертвороссия про Россию Не только в связи с тем Как они носятся с мертвым Навальным Ну в смысле руководство Как бы воюет против мертвых Не только потому, что они несут смерть по всему миру Но еще и с одним Вроде бы на первый взгляд Это непримечательным событием На первый взгляд А на самом деле Ох, каким важным, ребята Но только с символической точки зрения Сегодня После долгой продолжительной болезни Как я и обещал Умер Николай Рыжков Кто уже вспомнит, кто это такой А в советское время все знали Все знали, товарищи Кто такой Николай Рыжков Потому что был он человеком номер 2-3 В советской иерархии Он был председателем совета министров СССР То есть последним премьер-министром Советского Союза Являлся Николай Рыжков И умер он сегодня В возрасте 94 лет Казалось бы Умер и умер Но я подумал А чем мне лично запомнился этот Николай Рыжков Почему вообще его помню Что был такой Николай Рыжков И я вспомнил Важную деталь Когда-то президентом России Если вы помните Был не Путин А Владимир Господи Владимир Борис Николаевич Ельцин Помните такого? Борис Николаевич Ельцин Сейчас я буду проявлять чудеса феноменальной памяти Поэтому пока я проявляю чудеса Я считаю, надо подписаться На мальчика с феноменальной памятью Михаила Штримана Подпишитесь на канал Штриман Прямо сейчас И вы тоже никогда не забудете Моих выпусков Да, и лайк поставьте Кто еще не поставил 1991 год Выборы президента РСФСР То есть В 1991 был еще Советский Союз Внутри него была РСФСР Российская Советская Федеративно-Социалистическая Республика И РСФСР Провозгласила какой-то акт Государственного Суверенитета Или чего-то такого Это еще не независимость И они решили в РСФСР Что надо выбрать президента Будет Горбачев президент СССР А в РСФСР будет свой президент Это все до Путча было И прошли впервые тогда Вот тогда я впервые видел Нет, ну Свободные выборы президентские Я видел впервые тогда Потому что были выборы В Верховный Совет Свободные действительно В начале 89-го года А в 91-м Впервые на моих глазах Происходили президентские выборы Первые я И это были абсолютно конкурентные выборы Там было 6 кандидатов Из этих кандидатов Двух Все знали заранее А остальные четверо Были абсолютным сюрпризом И про них Все впервые услышали Я вам сейчас Назову имена этих кандидатов И вы офигеете Потому что у всех этих людей Получилось Сложное в дальнейшем И очень интересная Содержательная биография Кто вообще вспомнит эти выборы Считайте это уроком Истории Итак, победил на этих выборах Как вы знаете Борис Николаевич Ельцин Только не с каким-то там Огромным отрывом 57% голосов 57% голосов В тот момент Это было 45 миллионов человек Проголосовало за Бориса Ельцин 57% Второе место Занял Николай Рыжков Последний Премьер-министр Советского Союза Человек, который умер сегодня В возрасте 94 лет Третье место С результатом 7,8% Набрав 6 миллионов голосов Занял Человек, которого До этого вообще никто не знал И никто не слышал Такой фамилии вообще Владимир Вольфович Жириновский Впервые стал известен Во время этих выборов Никто до этого Не слышал про такого человека Как Владимир Вольфович Жириновский И вдруг Как чертник Из табакерки Вылетает Владимир Вольфович Жириновский И набирает 7,8% Во всей России Ну РСФСР 6,20 миллионов голосов Третье место Все ошизели тогда просто Четвертое место Вообще никому неизвестный человек Аман Тулеев Набирает 6 миллионов голосов 6,8% Аман Тулеев В дальнейшем стал Одным из столпов путинского режима Губернатором этого Как его Кузбасса Или как это называется Кемеровской области Аман Тулеев Пятое место Альберт Макашов Тоже пресловутый человек 3 миллиона голосов 3% Значит Альберт Макашов Становится главным фашистом Российской Федерации Просто главным фашистом В 93-м он лично бегал С автоматом вокруг Белого дома В составе фашистов Со свастиками и так далее И последнее Шестое место Занимает Вадим Бакать 2 миллиона голосов Тоже 3% В дальнейшем После того Кузбасса Шестое место Становится Председателем КГБ СССР Последним Председателем КГБ СССР Вот такие 6 ярких людей Но что интересно мне еще Почему я про Мертворосию Это заговорил Вот сегодня умер Рыжков Всего их было 6 Ельцин умер давно Это вы знаете За время нашей войны За 2 года Из 6-х кандидатов В президенты России Первой Первой России С чего все начиналось Четверо умерло Из 6-рых За время войны Рыжков Сейчас Жириновский Вы помните В начале войны Бакатин В июле 22-го года Тулеев В 23-м году Они все подряд Умерли А остался один Из 6-ти кандидатов Первые президенты Российской Федерации В живых остался один Фашист Альберт Макашов Чувствуете символизм? Выживают только фашисты Сегодня в России Пятеро умерло Ну ладно Один давно Но четверо Во время войны А фашист Макашов Единственный Живой свидетель Существования Российской Федерации То есть все Что осталось от России Это только фашизм Просто больше ничего-то И не осталось Поэтому и назвал Сегодняшний выпуск Мертвороссия Мертвороссия Потому что Только мертвые Выживают Серьезно, да? Смешно Только мертвые Выживают в России Сегодня Россия Страна мертвых Страна для мертвых Страна несущая смерть Слушайте Я расскажу вам Тройку хороших новостей Просто чтобы развеять Этот весь сумрак А то сегодня у меня Майкл Джонсон Все вот это Три хорошие новости подряд Ребята Дорогие мертвые Три хорошие новости Даже про Лаврова Хорошие расскажу Начну с котиков Честно Ученые сегодня Британские заявили Что оказывается Через три года Благодаря чат GPT для животных Чат GPT Это искусственный интеллект При помощи которого Можно писать Статьи, тексты, книги И так далее И исследования проводить Так вот Сегодня ученые Заняты созданием Чат GPT для животных Где животные Будут голосами Подавать команды И через три года Люди Смогут понимать Своих питомцев Полностью То есть Ваш кот Будет вам не мяукать А это все будет переводиться На человеческий язык У них же разные интонации Собака будет не лаять А вы будете слышать Что она вам говорит Крыса будет не Ну в общем Не что-нибудь там делать А тоже с вами разговаривать Это реальность Это правда Нейронная сеть Ученые смотрят на нее Оптимистично В будущем она станет Полноценным переводчиком С человеческого Кошачьей Собачьей И обратно По-моему Это отличная новость Но у меня есть опасения Я боюсь услышать Что скажут мои коты По нескольким причинам Во-первых Вот они все это Вынуждены были слушать Нормальные коты Дома сидят Охотятся на бабочек Или мух ловят Или в фантики-бантики играют Мои коты Два года уже Во-первых У них бесконечная информация По семь моих интервью в день Они-то Вы-то слушаете только то Что вы На что вы попали случайно А коты семь раз в день Слушают все мои выступления Понимаете Может у котов там С психикой это уже не очень Когда семь раз в день Они слушают все вот это В среднем в день Они восемьдесят три раза Выслушивают предложение Подписаться на канал Шательман И поставить лайк Я думаю у котов слабая Психика уже просто Непонятно во что превратилась Ну и главное Ну только никому не говорите Между нами Ну вот честно Я подозреваю Что мой белый кот Трампист Он очень громко орет Где-то все время По углам Шатается и орет Что-то требует все время Он отказывается Уходить с поста То есть он где-нибудь сядет Попробуй столкни Говорит не пойду И потом все время Пытается вернуться на второй срок Его с кровати спихнешь Он пытается вернуться Рыжий все-таки Европа Европа Он почти всегда спит И только иногда Просыпается И мяукает что-то жалобное А белый точно Трампист И как я с ним уже Если выяснится Что он трампист В одном доме Я не знаю Вторая хорошая новость Я посмотрел Вчера гулял Гулял такой ролик По телеграммам Может быть не все видели Поэтому перескажу Своими словами Вчера выложили ролик С Джо Байденом Настоящая запись Выступления Джо Байдена От 1997 года И Джо Байден 27 лет назад В 1997 году Рассказывает Примерно следующее Россияне Сказали нам Что если вы будете Продолжать расширять НАТО на восток Говорит Джо Байден В 1997 году То нам России Придется Присмотреться К Китаю И дальше Джо Байден Молодой ковбой Красавец В этом ролике Шутит про россиян Говорит Удачи вам ребята А еще Говорит Если не получится С Китаем Попробуйте Иран Сказал Джо Байден И весь зал Не знаю Где он там выступает Непонятно Падает от смеха И аплодирует В 1997 году Совет России Присмотреться К Китаю А присмотреться К Китаю И попробовать С Ираном Рассматривался Как дико смешная Шутка И шутка Оказалась Прямо Былью Былью Вот Ну конечно Посмотрел я На Байдена Тех времен Байдена 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 Сидел 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 Байдена 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 Ракетами Саудовская Аравия Обладает огромным Арсеналом оружия Которое она купила У Соединенных Штатов Америки И Саудовская Аравия Постоянно это оружие Обновляет Постоянно покупает Новый самолет Сейчас F-35 И покупает Соответственно У них освобождается Куча F-15 И F-16 Я думаю То же самое Происходит с Патриотами Они обновляют Парк Патриотов Я думаю Что у них тоже Есть старые ракеты И снаряды И все у них есть Это что касается Саудовской Аравии Но я подозреваю Да И за деньги Деньги им не очень нужны Саудовской Аравии Я думаю Что за что-то другое Можно у них это купить И Зеленский поехал Выяснять за что Албания Парни со стволами Есть такой фильм Если вы видели Хорошая комедия Я всем рекомендую Смешно Прямо Реально Про двух молодых Американских торговцев Оружием Легальных Более-менее Насколько это возможно И вот они выигрывают Тендер Пентагона И им нужно продать Пентагону 100 миллионов Патронов Для автомата Калашникова То есть 7,62 миллиметра И они пытаются По всему миру Их купить И понимают Что им просто Негде купить 100 миллионов патронов И в конце концов Они находят их В Албании В Албании Они приезжают туда Им объясняют Что в советские времена Албания Была самой вооруженной Страной мира И это не художественный Вымысел автора фильма Это чистая правда Потому что Мао Цзэдун В свое время Пытался построить Мировой коммунизм Состязался Ну при Сталине Они строили вместе Когда Сталин умер Начал условие Разоблачения Культа личности А Мао Цзэдун Скал Нет-нет Буду продолжать Строить мировой коммунизм И начал с Албании Он поставлял в Албанию Все что мог Там снаряды Пушки Пытался самолеты Из чугуна делать Но самолеты Не долетали до Албании Падали по дороге Тяжелые были И Албания Была реально Самой вооруженной Страной мира Все пляжи Были изрыты Дотами Долговременными Огневыми точками Бесконечные склады Советских вооружений Я думаю Там сейчас Порыться Можно много чего найти Я думаю Что Мы сегодня Услышим много Всяких слов О том Как Албания Верна Принципом Дружбы С Украиной Но суть Я думаю Президент Поехал за оружие Президент Поехал за оружие Заявление Кстати получил Премьер-министр Албании Или президент Сказали сегодня Что призвали Майкла Джонсона Проголосовать За За законопроект Кстати Отдельно Сегодня же Кто еще успел Это Письмо Председателей Парламентов Организовал Наш Стефанчук Такое письмо Собрал всех Ну Двадцать с чем-то Сейчас я найду Господи Двадцать с чем-то Председателей Парламентов Спикеры Двадцати Трех парламентов Призвали Джонсона Рассмотреть Помощь Украине Об этом Сообщил Сообщил Стефанчук Он Собрал эту инициативу Вот это Хорошая вещь Слушайте Хорошая инициатива Помните До этого Стефанчук Тот же Говорил Что мы послали Запросы в парламенты Мира О том Стоит ли проводить Выборы Во время войны А я говорил Ну вы что Бам Ну что вы Серьезно издеваетесь Что за чушь Какие парламенты Мира Должны знать Надо ли проводить Выборы во время войны Им откуда знать А вот когда Двадцать три Председателя парламентов Обращаются К одному Председателю парламента То есть смотрите Как получается Конгрессмены Большинство за То есть они давят На Джонсона Что давай Весь американский Стэблишмент Большинство за Пресса американская Большинство подавляющее за Теперь еще Председатели парламентов То есть какой средств Не возьми Большинство за Надо еще узнать Чем занимается Джонсон В свободное время Может макраме Не знаю Голландское кружево Плетет там что-нибудь Чтобы его в кружке танцев Тоже попросили Проголосовать Чтобы он уже окончательно Решился На нужные Меры Вот одну новость Расскажу Она не про Джонсона Вообще Просто случайно К слову пришлось В Красноярске Уничтожили военного Преступника Из Сергея Конкеева Этот Конкеев Сергей Хвастался Как он лично Расстрелял Трех Украинцев И двух Польских добровольцев У нас на фронте Он хвастался Об этом Видео И вот вчера Его автомобиль В Красноярске Это хрен знает где Где-то в далеких В глубине Сибирских руд Наши партизаны Взорвали автомобиль С этим Сергеем Конкеевым Ну просто Я говорю Ну преступление Конечно россиян Продолжается На оккупированных территориях Вот Российский Красный Крест Как выяснилось Ничем не отличается От Белорусского Красного Креста Мы знали Что Белорусский Красный Крест Занимается воровством детей Председатель Белорусского Красного Креста Прямо говорил Что да Детей воруй И продолжу воровать И отвозит он их В лагеря В лукашенковские лагеря Где из них Из них делают русских Они воруют детей В Херсонской области И отвозят в лагеря На территории Белоруссии Выяснилось Что российский Красный Крест Ездит на оккупированной территории Чтобы издеваться над пленными Об этом сообщила Медуза Наконец-то Как говорится И Медуза пригодилась нам По-настоящему В рамках международного Журналистского проекта Кремлин Ликс Есть свидетельства Что Представители Российского Красного Креста На оккупированной территории Куда они ездят Совершенно как вы понимаете Незаконно В качестве оккупантов И никуда никто не пускал И там издеваются Над украинскими пленными Представители Международного Крестного Креста Имеют право Проникать в зоны Военных действий Но это такая Некая международная Договоренность А Российского Красного Креста Им никто не разрешал Пересекать границу Она становится С этого момента Окупантами и преступниками Они дарят Значит Украинским беженцам Кружки с буквой З Представители Международного Украинского Российского Извините Господи Простите Красного Креста Селят их И принимают В одном помещении С участниками Войны А ведь Российский Красный Крест Получил от Международного Красного Креста 5 миллионов Швейцарских Франков В прошлом году В 2023 году Тут много Еще всяких В этом расследовании И подробностей Которые просто Ну не хочется Ну простите Ну не хочу Я Зачитывать вам Все эти подробности Жуткие Всего Что именно Делали представители Российского Красного Креста С нашими военнопленными Потому что Есть свидетельства Прямо физически Как именно Издевались они Над нашими Военнопленными Я заострю Только финансовый вопрос Прямо сейчас Вот финансовый вопрос То есть Ведь запрещено же В Россию Много чего Да Покупать Переводить деньги И так далее А международному Красному Кресту Как бы можно Ну вроде же Как бы Уманисты Уманисты 5 миллионов Швейцарских Франков Перевели в Россию И Швейцария Не запретила Это делать Вот хочется Как-то донести Может кто-нибудь В Швейцарии У нас есть Донесите там До швейцарского Руководства Что эти деньги Идут на убийство И на депортацию Детей Мы можем Остановить это Простым способом Не допускать Платежей Из Швейцарии Из швейцарского Международного Красного Креста В российский Белорусский Потому что Сегодня Швейцарский Красный Крест Международный Красный Крест Спонсирует Похищение Детей Издеваясь Над нашими Пленными Ну и в самом Конце В самом Заключении Начинал я Сегодня С Стихов С песни Про Алексея Навального Который написал На группу Ногу свело А закончить хочу Другой Музычкой Петь не буду Диана Арбенина Помните Группа Ночные Снайперы Диана Арбенина Несколько Месяцев Назад Может пару Месяцев Назад Буквально Вдруг Переметнулась На сторону Фашистов Танцевала На сцене С женой Российского Мобилизованного А потом Пришла К женам Мобилизованных И сказала Что там На фронте Парни Делают Настоящее Дело Это про Убийц Русских Которые Приехали На оккупированную Территорию И что вы думаете Ей И во Владивостоке Отменили И вы знаете Что сказала Арбенина Она сказала Да Отменили Потому что сказали Что в это же время Там пройдет Концерт Чирлидеров То есть Девочек с метелочками Которые перед баскетболом Танцуют Вместо Дианы Арбениной Арбенина сказала Что это Беззаконие Беззаконие Но мне кажется Пусть лучше Чирлидерши Чирлидерши Танцуют с метелочками Цветастеньками В цветастеньких Платицах Они Не Танцуют С участниками СВО С их женами И не говорят Что их парни Делают настоящую работу На оккупированных территориях Убивая украинцев Между Арбениной И чирлидершами Я за чирлидерши Считайте Что вы смотрели Концерт Чирлидера Шетельмана Подписывайтесь На канал Шетельман И И все Лайк ставьте Это вы смотрели Шетельман за сегодня От 28 февраля Я бы сказал Что последнего дня Зимы Но хрена с там Нам еще целый день Зимовать Завтра Спасибо Высокосному году И Григорианскому Календарю 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 Календарю